Как же будет развиваться детский и речной туризм в Чувашии, что такое карта туриста и на чем следует сделать акцент в туротрасли республики? На эти и другие вопросы журналистам сегодня ответили региональные министры и депутаты Госдумы России. Брифинг, посвященный стартовавшему форуму «Чувашия туристическая», прошел в пресс-центре нашей телерадиокомпании. По официальным данным, в гостиницах республики ежегодно останавливаются более 300 тысяч человек. Однако по метрикам банков и операторов сотовой связи число реальных туристов, приезжающих в нашу республику, на миллион больше. Выходит, что спрос на апартаменты уже превышает предложение примерно в четыре раза. Так что пока «Чувашия» испытывает потребность в качественном номерном фонде. В следующем году в Чебоксарах запланирована сдача пятизвездочной гостиницы с тремя ресторанами на заливе. Благодаря этому прибавится еще 168 гостиничных номеров. Однако в региональном Минеке понимают, что при повышенном турпотоке без строительства новых объектов и развития инфраструктуры не обойтись. Наша задача в рамках национального проекта «Туризм» и в рамках одного из проектов «Инфраструктура» максимально включить туда все инициативы как бизнеса, так и инфраструктурных проектов в виде и дорог, и гостиниц, и причальных стенок с участием уже государства. Что касается речного туризма, интерес к нему с каждым годом растет. К примеру, на Валдаях в соседний регион этим летом успели добраться 19 тысяч человек. Эту тему будут развивать. В Чувашии хотят ввести и цифровую карту туриста, благодаря которой жители и гости региона смогут пользоваться системой лояльности и применять ее при покупке товаров и услуг. Например, поездок на речном транспорте, походов в ресторан или же проживание в гостинице. На сегодня сам сервис готов, осталось подключить партнеров и есть вероятность, что уже в следующем году карта туриста заработает. Депутат Госдумы Алла Салаева отметила, что сейчас особое внимание приковано к детскому туризму. Все понятийные составляющие сейчас прописывают в новом проекте закона. Кроме того, в этом году впервые в федеральном бюджете заложили средства на реконструкцию детских лагерей – 1 миллиард рублей. В Чувашии успешно начал развиваться и школьный туризм. Благодаря федеральному проекту почти 3,5 тысячи учеников 5-9 классов посетили самые интересные места республики за счет средств государства. Алла Салаева подчеркнула, что в Чувашии уже есть целый кладезь ресурсов для создания стабильного турпотока в регион. Осталось все это грамотно объединить в 2-3 маршрута и организовать весь путь туриста до мельчайших деталей на 5+. Когда мы выработаем вот эти 2-3 маршрута для себя, честно друг другу скажем, что мы приведем их в соответствии с сертификацией, с надлежащим уровнем по приему туристов, что будет создана вокруг инфраструктура, обязательно там будет еще и эмоция, после которой вот тогда гость Чувашии еще раз захочет вернуться. Продолжение следует...